привет ребята сегодня мы будем с вами тестировать майнеры при помощи моей вот этой штучки elmar лаба не могу вам ее показать то что я купил до которая тестирует потребление и я вам скажу сразу же да это записываю уже постов снял ролик результаты меня правда удивили всякие и вы тут увидите всякое скачащие напряжение в майнерах мы посмотрим в каком майнер меньше например напряжение скачет на зеленых картах и вы чарах да скажем так на 30 серии авто иксов и как она скачет скажем на им дешевых картах на 5600 и сравним да там ну 5600 700 и и так далее все эти карты одинаково будут показывать да просто я тут сравнил элай чары от него и чара да и майнеры падала чар и не падала чар и насколько просадка у них в электричестве и я был очень удивлен этому все этот тест сразу же скажу не оплачен ни одним майнером рекламы тут никакой нет никакого майнера и ничего чисто тесты вывод делайте сами в конце я тоже не буду делать где-то других выводов что ваху сами делайте вы тестировать будем лол майнер феникс джи майнер мини за по моему и еще какие-то майнеры да там много майнеров я сделал короче все тости то есть им под эфиром ну что погнали в тесты сразу же ну что ребят погнали тестировать у нас будет сегодня в тестах это rtx 3070 и потом еще красную карту сделаю да давайте сразу же не будем ждать там сколько там майнер покажет там тому подобное третье десятое да просто запускаем да вот как сейчас запущено у меня и показываем что-то он не хочет здесь показывать не знаю может какой-то сбой в рэйве на данный момент запущен у меня феникс майнер 5 и 9 д да ну для лачара он не очень потому что видите тут 31 и 8 он нам показывает мегахешей на эфире да сейчас будем то есть только на эфире сейчас пойдемте посмотрим супер потребление его по потреблению у нас на на райзере от 18 до 22 скачет да как мы видим видим здесь и на 8 пиновых двух показателях скачет от 103 до 108 где-то вот так плюс-минус вот так 103 108 плюс-минус на фениксе у нас скачет где-то в районе идти ватт это тоже запишем чтобы знать бы это вот знать бы показатель так райзер так на карте плюс-минус 5 ватт скажем 5 ватт карта а на райзере на райзере на райзере 2 ватта и в общей сложности полное потребление ну да так в районе 7 ватт и скачет окей ладно будем так 5 из 7 с райзера из карты снимать показать переходим на другой майнер это у нас будет сейчас будем использовать тем сначала последние майнеры протестим джим майнер джим майнер нет ну вот с конца начнем так t-rex скажем так на супер слоуму видно что от 16 до 23 он у нас значит тут у нас будет на тирексе через разер он плюс 7 делает да и сейчас давайте посмотрим на слоумоушены сама карта что у нас потребляет так и тут от 88 до 120 он у нас поднимается да ребята такие циферки мы видим 88 120 это будет 32 ватта у нас перепад да на этом на всем 32 ватт 32 ватта перепад и туда-сюда это прыгает хорошо что есть слома у нас да там и еще полное это сделаем потреблением тоже запишем слом 105-139 он у нас полное потребление до 105-139 в общей сложности у нас выходит это сколько 34 ватта разница ну значит то тут он больше берет то тут больше берет 34 ватта у нас разница выходит на этом окей все прикольно это сломау ребята так дальше следующий майнер у нас будем использовать ну их каша и сколько он у нас тут показывает сейчас я вам скажу 45 и 43 ну 45 с половиной нам показывает хочет окей ладно этот тирекс 0 25 и 6 следующий майнер у нас скажем ну на на майнер сделаем да давайте посмотрим то так подпись я экспресс один он тоже скачет но по моему не так сильно как тирекс но сейчас посмотрим 1924 он у нас показывает скажем 1924 это будет 5 5 по райзеру он у нас разницу дает нам 5 так 99 117 но в среднем он держится между 99 и 100 семью да вот так можно сказать он более стабилен чем тирекс да ну скажем 117 может быть какой-то глюк да там ну скажем 99 109 скажем вот так да там это будет 10 у него и в общей сложности у него по потреблению сейчас тоже скажем сколько ну в среднем 118 в среднем у него где-то 120 130 но 118 иногда тоже проскакивает также запишем 118-130 у нас там плюс-минус 12 ватт он прыгает получше уже чем другие майнеры так на на майнер тоже решили более-менее нормально он выходит да так мини-зет майнер тоже посмотрим так ну мини-зет он и хешрейт маленький у него да там и по потреблению будет тоже нам не совсем интересен хотя ну сколько тут ну да и по потреблению он видите более менее стабильный то что я вот сейчас наблюдаю да в общей сложности у нас тут небольшие перепады да там от 120 с чем-то до 120 с чем-то да там это из-за того что связано что он не л и чаровский майнер поэтому 121 129 среднем у него 8 этих по перепаду да ну такого же типа как и феникс окей ладно следующий майнер и хешрейт в районе 27 у него так следующий майнер у нас будет так что мы тирекс на но мини-зет лол майнер 145 окей погнали ну в среднем можно сказать ребята как что он показывает в районе от 119 до 130 но проскакивают тут у нас от 115 до 133 и это у нас выходит где-то 23 ватта разница да там плюс-минус или 9 или 23 ватт его разница мы запишем 23 ватта разница 10-23 10-23 потому что ну вот тут мы видим более стабильный у него хочу сейчас давайте посмотрим на этом как его зовут на писи экспресс один день и сколько он прыгает у нас 1823 до тире 6 будет у него лол майнер тире 6 по пися или не и по второй линии и через саму карту он у нас прыгает насколько 99 было до 100 8 99 180 где-то на 9 еще прыгать ну вот как раз вот 9 10 у нас выходит от 23 вот это бывает именно аномальная да вот если что-то так брать окей ладно следующий майнер будем смотреть крыша рейд у нас в районе 43 давайте сейчас другой майнер посмотрим так low посмотрели джи майнер 278 да по моему последний окей погнали так же майнер 278 в районе 43 42 будет показывать нам сейчас посмотрим по потреблению как у него тут чем прыгать на я вот уже без сломо вижу тут прямо какой-то пипец поэтому аватажу так ну чё давайте смотреть джи майнер у нас что показывает 98 141 96 96 152 я видел 154 96 154 ребята это у них разница идет почти что 58 ватт плюс минус он прыгает вот это поворот ребята вот это поворотик да уж сейчас посмотрим подписи экспресс один линии сколько он прыгает на 1527 прыжки у него такие хорошие 1527 это будет 12 ватт он прыгает по райзеру так 12 ватт он по райзеру вскочит и давайте сейчас посмотрим сколько он вскочит у нас поэтому по линиям сверху 77 130 это выходит 50 53 разница у нас 53 ватта по линиям окей многовато многовато я вам так скажу ребята при этом хэш райт 43 65 окей дальше погнали какой у нас майнер еще остался тирекс на но минзелл джи майнер бимайнер есть у нас ну на этом мы с вами разобрались да по нвиде у нас вот такие да там вот сами видите вот все записывал и и по показаниям давайте сразу же пройдемся я не хочу скажу так топить ни один майнер и не за один майнер я тоже не топлю да вот так можно сказать видео специально не спонсировано никем ничем и и никакой интеграции рекламной тут нету чтобы не было такого что вот типа ливан и за денег например к этому майнеру лучше эти показал вы сами видели все начнем с последнего места да это у нас джи мэнер да у него хэш рейт такой же как и у всех до что мы видели и при этом скачет он на пятьдесят восемь ватт на словом ушами вы это видели пятьдесят восемь ватт туда-сюда карта бегает я не знаю как это отразится на карте ребята кто в этом разбирается пишите внизу может быть это вообще не ничем не это делается как там за никакого влияния на карту не будет иметь а может быть и будет да там напишите вы внизу сами дата на 58 скотч то а дальше у нас идет тирекс да он скотчет уже на 34 так на на майнер скотчет на 12 не подождите лол майнер скотчет на 23 вот из тех и лайчаров ских майнеров до типа g майнер тирекс и лол майнер до которые поддерживают вот этот разблокировку нормальную и чара да то тут у нас g майнер на последнем месте 58 ватт тирекс 34 ватта и лол майнер 23 ватта всего лишь скачет да при этом хэш рейт у них почти что у всех одинаковый до плюс минус так что ну вот лол майнер 23 но в среднем у лол майнера плюс-минус 10 он более стабильным и тоже это все видели ну и из тех что кто не скачет от например феникс 7 ватт всего лишь туда-сюда потом мини за 8 ватт и на на майнер 12 ватт но при том при всем у них хэш рейт не такой уж большой сейчас давайте то же самое все проведем тесты на 5600 карте и посмотрим как она себя будет показывать погнали так ну что ребят думаю на этом можно закончить тесты майнеров добавлю от себя то что на красных плюс-минус все прыгает одинаково да плюс-минус в районе 10 ватт да там это считается нормой можно так сказать да то сейчас феникс и лол майнер 11 12 ватт они прыгают потом идет g майнер 9 потом nb майнер потом идет тимрет 8 и nb майнер на 5 ватт всего лишь три есть так взять в общем среднем можно сказать что 10 ватт это норма на там 10 15 но вот что касается вот зеленых карт 58 на g майнеры на там тирекс и 34 и лоу майнеры 23 вот здесь уже хорошая большая разница пишите ваше мнение в комментариях ребята насчет того что вы думаете влияет ли это на карту не влияет на это на карту потому что я тоже хотел бы узнать я не специалист в этом деле который разбирается вот полностью так в электронике что ваттажи влияют или нет с моей точки зрения по моему влияет все таки да там так что с этим будьте тоже чуть по осторожней все сейчас мы пользуемся лол майнером из-за того что маним эфир плюс тон да ну не все большинство да так что поэтому лол майнер из этого списка самый такой нормальный 23 ватта да там плюс-минус два раза больше нормы если сравнивать его с этим как-то не лайчар карточками да так же как так весь вам понравился тест ставим лайки подписываемся на канал и не забываем про колокольчик а с вами был как всегда ливан беру чашвили до скорых встреч ребят пока а